Придется ли платить за садик в несколько раз больше? Такой вопрос тревожит северодвинских родителей уже несколько месяцев. После того, как в СМИ появилась информация, что после вступления в силу нового закона об образовании платить придется в разы больше. Сегодня в управлении образования разъяснили все тонкости нового закона. Также спокойно спать могут и родители этих малышей. Плата за детские сады не взлетит до немеренных высот. Сегодня в управлении образования официально развеяли слух, что из-за вступления в силу закона об образовании плата за садики вырастет в разы. Чрезмерно увеличивать родительскую плату не позволит новая статья о дошкольном образовании. Закон ставит препоны для того, чтобы родительская плата не взималась в неограниченном количестве. Поэтому на сегодняшний день мы говорим о том, что в 2013 году родительская плата не будет увеличена. Также теперь точно определено, что же такое присмотр и уход за детьми. Из-за этого становится ясно, на какие цели учреждения могут тратить родительскую плату. Если сегодня мы посмотрим расшифровку, то в родительскую плату можно включать и заработную плату работников, и коммунальные услуги, и средства на содержание зданий, сооружений и многое-многое другое, то новый закон это категорически исключает. Теперь родительские деньги можно направить только на питание, средства для хозяйственных нужд и личной гигиены. А благоустройство и капремонт полностью ляжет на плечи города. Финансировать детские сады теперь будут и из федерального бюджета. Благодаря такому вливанию, в садах надеются значительно улучшить материальную базу. Ждут и повышения зарплаты работника. Возможно, в скором будущем в учреждениях появятся даже компьютерные классы. Мы, конечно, очень надеемся на эти средства, ждем с нетерпением, потому как надеемся, что за счет этих средств у нас также будет пополняться и методическая база нашего учреждения, учебная база учреждения, которая состоит из игры и игрушек, потому что мы дошкольное образование. Сейчас родительская плата в садике в среднем составляет 112 рублей в сутки. Такой она остается с 2011 года. В последующих годах рост платы будет зависеть от инфляции и дорожания продуктов питания. Анна Бибикова, Елена Киева, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска.